Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Тора и Шатра Авраама. И сегодня я сразу хочу поздравить всех, кто смотрит наш урок со светлым праздником Ханука. То в первую часть нашего урока мы поговорим о смысле этого праздника. И нам очень важно понять, какое это отношение имеет ко всем людям, потому что до недавнего времени многие думали, что это чисто еврейский праздник. Но мы сегодня видим, как на наших глазах этот праздник приобретает международное влияние. Президенты разных стран, чиновники, люди правительства на всех площадях, на центральных проспектах городов зажигают Ханукию. С удовольствием провозглашая, что свет должен прийти во тьму. Вот. И мы сегодня поговорим, что ответ сокрыт в самом названии этого праздника. Так как это светлый праздник, называется праздник освящения или обновления. И также слово Ханука имеет корень слова Хинух, то есть воспитание. И поэтому, когда мы постоянно изучаем, постоянно вспоминаем, углубляемся в знания об этом празднике, то так к нам и приходит и обновление, и освящение, и мы никогда не забываем об этом празднике. И наоборот, знания об этом празднике и смысл этого праздника постепенно наполняют весь мир и сознание всех людей. И не зря символ этого праздника – это зажженные свечи, которые добавляются одна, потом другая, и так 8 дней подряд. И зажжать их надо обязательно в темное время суток, потому что символ этого праздника – это победа света над тьмой. А тьма – это очень многообразное понятие. А победа света над тьмой – это понятие интернациональное. Например, у нас есть такой пример – победа над фашизмом. И сегодня фашизм – это зло, это тьма. И сегодня во всех странах мира празднуют День Победы над фашизмом. Даже в самой Германии, там, где это явление зародилось, победа над фашизмом является большим праздником. И празднуют этот праздник все народы. И точно так же праздник Ханука, когда люди поймут больший смысл, что же все-таки произошло в этот праздник, и как его надо праздновать, и что в эти дни происходит, то точно в ближайшем будущем, как Новый год празднует сегодня большая часть человечества, точно так же и праздник Хануки будет праздновать скоро все человечество. Немножко поговорим о понятии тьма, потому что это очень многозначительное понятие. Интересно, что в книге Бер-Эйшит нигде не сказано, что Бог сотворил тьму. Потому что на самом деле Он ее никогда не творил. Сказано и сказал, Бог добудет свет. Вот, и стал свет. А откуда же взялась тьма? То объясняют нам наши мудрецы, что Бог не создавал тьму. Он просто взял и спрятал себя. Убрал себя. Сделал себя невидимым. И внутри, прямо внутри божественного присутствия, образовалось такое поле, которое называется тьма. И в этом поле человек чувствует себя, имеет свободу выбора. Он может принимать любые решения. Вот, и он как бы не видит Всевышнего. Вот, и получается, что получается. Получается, что когда добавляется немножко света, то рассеивается тьма. И сразу становится все видно. И вот так вот мы можем понять, что тьма – это символ невежества, это символ зла. Вот, когда люди не знают, что есть Бог, когда люди не знают Его законов, то они живут как попало. Они придумывают разные концепции, разные негативные явления. Вот, но когда приходит немножко света, все сразу становится понятно, жизнь меняется, и человек начинает жить с Богом, и света в его жизни добавляется, добавляется и добавляется. Вот, но сейчас мы немножко вернемся, вот, и поговорим вот еще немножко об этом понятии тьма. Вот, на прошлых уроках мы говорили, что Яков боролся с ангелом Исава. И там интересно написано, что и боролись они всю ночь, пока не взошла заря. Вот, получается, пока есть тьма, идет борьба у человека с самим собой, идет борьба у человека с обстоятельствами, с испытаниями, с трудностями, которые его окружают, с другими людьми. Он всю жизнь борется. А самое важное, что он борется с самим собой, потому что во тьме он ничего не знает и ничего не понимает. Вот, и интересное явление. Мудрецы объясняют нам скрытый смысл этого слова. Вот слово боролись. Здесь есть еврейское слово, корень хавек. И мудрецы объясняют нам вот это три мнения. Первое мнение, один мудрец говорит, что как они боролись, что ангел у Эйсава было такое чувство, что он обнимал его по-товарищески. То есть, когда речь идет о борьбе, есть разные приемы. И вот он так чувствовал себя, что этот ангел обнимает его по-товарищески. И мудрецы объясняют, что это значит по-товарищески. Да, что проще всего сбить человека с пути. Это товарищу. Вот, поэтому, ну, человек не может доверить как-то постороннему человеку. Но товарищу, я знаю, что в молодые годы очень часто друзья, они вместе попадают в одни и те же неприятности. Кто-то начал курить, и первый, кого угостил товарища, говорит, это так приятно, это так интересно, давай попробуем вместе. И так все время к товарищу гораздо проще. Поэтому в еврейской молитве каждое утро мы молимся, что Всевышний избавь меня от лукавого товарища. Вот. И мы на самом деле должны понимать, что такое настоящее товарищество. Потому что когда человек, который считает себя близким, и он старается завести тебя в какие-то неправильные вещи, то на самом деле вряд ли он считается твоим товарищем. Поэтому верующие люди всегда молятся, «Избавь меня от лукавых друзей, от неправильных друзей, чтобы держались они от меня подальше». Другой мудрец говорит, что вот эта вот борьба, что вот этот ангел предстал пред ним в образе язычника. А третий говорит, нет, он предстал пред ним в образе ученого. И мы рассмотрим еще этих два момента. Что такое в образе язычника, и почему здесь применяется слово «обнимал». Вот, хотя речь идет о борьбе. Объясняют нам наши мудрецы, что человеку свойственно раболепство такое перед всякими разными духовными явлениями. Вот, особенно всякими чудесами. То есть, так как у человека есть стремление к духовности, стремление к чему-то мистическому, а именно стремление к Всевышнему, то когда тьма, когда человек не знает, не понимает, он может любую духовную какую-то чепуху или любые какие-то явления из-за незнания воспринимать как интересные вещи и постепенно-постепенно даже в это погружаться. Что такое вот чудеса вот эти вот, да? Это то, что выходит за природные понятия, за природные рамки. Вот, например, люди очень склонны и любят вот к таким попыткам воздействовать на других. Отсюда мы сегодня имеем, есть даже профессионалы, которым приходят, чтобы что-то такое сделать, чтобы повлиять на судьбу другого человека, кого-то там приворожить, кого-то отворожить. То есть, вот эти все негативные явления, также люди любят предсказывать всякие события, гадают там на картах, на кофейных гущах, вот, люди любят как-то планировать или чьи-то неудачи, или, скажем, свой успех. Они пытаются какими-то духовными методами, ну, там, мне надо родить ребенка, я хочу заработать деньги, и так далее, и так далее, и так далее. И можно сказать, что с виду, как бы даже это хорошие вещи. Хочу родить ребенка, хочу заработать деньги. То есть, это с виду хорошие вещи, но люди обращаются не к правильным источникам. Вот. И потом, конечно, и концовка такая. Поэтому так и сказано, что он как бы обнимал, да, и до каких пор это происходило? Всю ночь. То есть, это символ невежества, когда люди не знают, что можно обратиться к Богу за помощью, что можно обратиться к Торе за знаниями, что есть свет, который Всевышний сказал, да будет свет. И этот свет, он просвещает всякую тьму, и все те хорошие вещи, которые они хотят достичь. Но надо достигать совершенно другими путем, и будет гораздо проще, и гораздо эффективней. Следующий, он пришел в образе ученого. Что это такое? Сегодня есть всякие науки, всякие знания, искусство, красота, живопись, мода, всевозможные модные новые явления. Вот. И люди говорят так, сегодня все так живут. Ну, они воспринимают всевозможные неправильные, скажем так, напрямую, безбожьи идеи, как за чистую монету. Вот. И они на это очень падки. Есть люди, атеисты, например, они говорят, что, ну, в космос летали, Бога не видели, значит, Бога нет. А вот с науками все понятно, все в этой природе, все уже изучено. Вот. И люди тоже падкие на это. Это как бы входит к ним очень легко, очень понятно почему. Потому что никто не говорит, что есть какие-то запреты. То есть это как-то выгодно, вот так вот жить удобно, скажем так. Но концовка все равно, рано или поздно, она нехорошая. Вот. И доколе все это происходит, пока не наступает рассвет, пока человек не обращается за помощью к истинному Богу, пока он не обращается за помощью к истинным знаниям, и в свете он начинает жить совершенно другой жизнью. Вот. Теперь немножко свяжем это с предысторием праздники Хануки. Я знаю, что мы говорим об этом каждый год, но каждый год это и есть вот это обновление, освящение, чтобы мы помнили, чтобы каждый год немножко глубже мы добавили что-то немножко больше. Вот. В истории праздника, в еврейской молитве сказаны такие слова, что мы благодарим Всевышнего за чудеса, которые Он сотворил Отцам нашим в те дни, в эти дни года. И что же происходило в те дни, в эти дни года? То рассказывают нам историки, что после власти Персии, вот, это была очень жесткая, жестокая власть, которая правила всем миром в те годы. Поднимается новая историческая личность, которую зовут Александр Македонский, вот, который со временем завоевывает весь мир. Вот. И однажды была такая история, что когда они уже завоевывали Иерусалим, и они заехали в город Иерусалим, им навстречу вышел первосвященник того времени, которого звали Шимон Ацадик. Вот. И тогда Александр Македонский, великий император тех времен, слез с коня, встал перед Шимоном Ацадиком на колени. Вот. И все его окружение было в шоке. Они были очень удивлены. Задали ему вопрос, Александр, кто этот седой старик, что ты такой император, и ты встал перед ним на колени. На что Александр ответил, это святой человек, говорит, он приходит мне каждую ночь перед большим сражением, и я вижу этого старика, и тогда я выиграю эти сражения. Поэтому это очень важный человек. Вот. И в результате этого храм не тронули, Иерусалим не тронули, и наоборот, даже Александр Македонский сделал так, что, ну, дал возможность еврейскому народу развиваться, изучать Тору, и жить нормальной, религиозной, так сказать, своей жизнью, точнее, религия не очень, удачное слово, жить по заповедям Всевышнего, которые индивидуально Бог дал для еврейского народа. Вот. И так как бы все было ничего, и объясняют историки, что было 160 лет такого дружеского отношения к еврейскому народу, но здесь можно сказать, вот это слово дружеское, оно тоже очень не соответствует действительности, потому что как раз вот это дружеское отношение напоминало вот те три явления, о которых мы с вами проговорили. Потому что идея заключалась в чем? Она, ну, даже пошло слово такое, эллинизм. То есть, что хотели сделать греки? Они говорили, будьте как все, но зачем вам какие-то еврейские вот эти обусловленности? Давайте жить все дружно, посмотрите, мир красивый, вот, есть наука, есть искусство, есть театры, давайте, будьте как все, зачем вам какие-то свои вот эти вот законы и заповеди, которые уже не модны, это уже не актуально, наука это все отвергает, это вчерашний день, это мракобесие, вот. И что тогда пропагандируется? Пропагандируется внешняя красота, пропагандируются удобные языческие, духовные системы всевозможные, очень удобная система, все дозволено, есть разные боги, есть целый олим богов, это же оттуда пошло, ну, идея многобожия, вот эта идея язычества, более обкультуренная уже, чем в прошлые годы, то есть, то же самое язычество, но более обкультуренное, да, вот эта вот идея олим богов, разные боги, есть Зевс, там есть Артемида, есть там Гераков, Геркулес, но множество, множество, вот эта греческая философия, я всегда, когда вспоминаю вот эту саму идею, да, олим богов, то у меня есть всегда смешное такое воспоминание, что одно радует, что чемпионом на этой олимпиаде стал все-таки еврейский человек, потому что впоследствии, когда греки, ну, объявили Иисуса богом, то так и стали говорить, что он бог богов, получается, что он все-таки выиграл эту олимпиаду, и в конечном итоге других богов потихонечку отвергли, вот, и, ну, хотя бы это радует, ну, а если без шуток, то что пропагандировалось в то время, пропагандировалась именно внешняя красота, внешняя красота, почему это и было актуально, и даже мы знаем, что часть еврейского народа, большая часть еврейского народа, они таки попали под то, что называется ассимиляция, то есть, они были обольщены вот такими дружескими отношениями, вот этой наукой, вот этой красота, творчество, философия, спорт, сила, культура, то есть, все то, что сегодня так же само пропагандируется, но в чем была проблема того времени, что именно оставьте своего бога, оставьте свои законы, оставьте свои заповеди, вот, главное, это материальный мир, главное, это красота тела, главное, это искусство, это музыка, поэзия, вот это вот была проблема, вот, но мы видим, что все-таки большая часть еврейского народа, они остались, они не были ассимилированы, они остались соблюдать законы Торы, вот, а именно, остались соблюдать кашрут, дети делали обрезания, соблюдали еврейский календарь, соблюдали все праздники по своему календарю, соблюдали шаббат, и так далее, и так далее, и так далее, вот, и что происходит, через 160 лет к власти приходит другой император, Антиох IV, вот, и он резко меняет политику, если вначале это была какая-то дружба, то потом он увидел, что вот эти еврейские люди, которые соблюдают закон, и не хотят ничего в своей жизни менять, и они очень жестко соблюдают рамки закона, вот, и не ассимилируются, то это его очень сильно разозлило, и он вводит запреты, запреты на обрезание детей, потом запрет изучать Тору, и вплоть до смертной казни, людей, которых ловили за то, что они изучали Тору, люди подвергали смертной казни, детей обрезывали втихаря, как говорится, вот, Тору изучали тоже втихаря, именно тогда появилась идея, которая до сих пор изучается в еврейском народе, вот у меня есть Тора, вот есть книга, которая называется Гафтора, вот это Тора, и что это за книга, и откуда она взялась, когда еврейскому народу запретили изучать Тору, то что сделали мудрецы, они взяли эпизоды пророков из книги Танаха, вот, и они взяли их по смыслам еженедельных глав Торы, а как мы вот с вами учим, каждую неделю мы учим одну главу, и за год мы проучиваем все пять книг Торы, вот они взяли смысл еженедельной главы, взяли смыслы из Танаха, из пророков, и сделали такой сборник, который называется Гафтора, вот, и они изучали, если врывались эти греки, врывались в какую-то квартиру, в какое-то место, где евреи что-то изучают, они смотрели какие книги на столе, и они видели, что это какие-то исторические книги, какие-то философские изыскания, но они видели, что Торы нет, и они разрешали изучать такие книги, то есть в этом еще раз подтверждается идея, что они хотели, они не хотели физической гибели еврейского народа, они хотели духовной гибели еврейского народа, чтобы евреи были как все, Вот. Потом, когда евреям обратно разрешили изучать Тору и обратно восстановилась еженедельная глава, то Гавтора так же само осталось. Сегодня в каждой синагоге мира читается еженедельная глава и после еженедельной главы читается вот тот эпизод из пророков, который соответствует данной еженедельной главе. Осталось и то, и то. Вот. Поэтому чем дальше, тем обстоятельства становились жестче, жестче и жестче. Была установлена статуя Зевса в еврейском храме. Были установлены идолы вот на всех площадях крупных городов. Вот. И так же заставляли этим идолам евреев поклоняться. Вот. И те, кто не подчинялся, их ждала смертная казнь. В истории описано очень много издевательств над евреями, когда заставляли приносить в жертву свинью. Ну и всякие-всякие вот такие вот издевательства. Если люди отказывались, то тогда была, ожидала и смертная казнь. То есть греки тогда решили полностью истребить вот эту духовность еврейского народа. Вот. И в 167 году до нашей эры человек по имени Матитьягу Хашманей, он провозгласил такой лозунг «Кто за Бога, за мной?» Вот. И поднялось восстание. Рассказывают нам наши мудрецы, что когда вот эту семью заставили приносить свинью в жертву, то отец семейства убил этих греческих воинов. И всей семьей они убежали в горы, спрятались там в лесах. Вот. И постепенно они стали набирать армию. После смерти Матитьягу это восстание возглавил Ягуда Маковей. Так сегодня знают этого человека. Вот. Долгое время они совершали партизанские налеты. Ни один груз не мог проехать на территорию Иерусалима. Вот. И было очень часто такие вот военные налеты. Дальше рассказывают историки, что к ним присоединялось все больше и больше число народу, подвижников. Вот. И пришло время. Они отвоевали Иерусалим. Они отвоевали храм. И на самом деле это было большое чудо, потому что маленькое количество не обученных людей. Это не была настоящая армия. Но они победили настоящую обученную армию, потому что греки на самом деле были сильные воины. Они все время занимались спортом. Все время тренировались убивать. Были гладиаторские всевозможные бои. Вот. Поэтому на самом деле это было очень большое чудо. И объясняют нам наши мудрецы, что как выглядело это чудо. Главное, что они восстали против этого беззакония. А то, что их было мало, главное, что они сделали сосуд. А когда они сделали сосуд, то Всевышний наполнил этот сосуд. И поэтому здесь было чудо. Они сделали естественную платформу, а Всевышний дал им победу сверху. И поэтому сверхъестественная победа называется чудом. Вот. И следующее чудо, которое ассоциируется с этим праздником, это маленький кувшинчик с маслом. Потому что когда первым делом, когда они отвоевали еврейский храм, то они захотели зажечь там минору, вот этот вот семисвечник, светильник, который всегда зажигали внутри храма. Вот. Но когда они поискали, они нашли всего лишь один кувшинчик масла, который надо были залить в этот светильник. Вот. Все остальные кувшинчики с маслом были испачканы. Вот. Что это значит? На кувшинчике масла, это было специальное оливковое масло специального изготовления. Проверял священник, и потом он ставил свою печать и запечатывал этот кувшинчик. И перед тем, как залить вот это масло в светильник миноры, надо было сорвать эту печать. Так вот, когда они начали искать это масло, то оказалось, что всего лишь один кувшинчик есть такого масла с печатью первосвященника. Все остальные были испачканы. И тогда они взяли этот кувшинчик, и в принципе минора должна была гореть всего лишь один день. Но Всевышний сделал чудо, и минора горела восемь дней. До того момента, как можно было изготовить новое кошерное масло. И вот здесь вот есть нам интересный урок, потому что объясняют нам наши мудрецы, что, а зачем вообще надо было это делать? Если изучить глубже еврейский закон, то в таких военных обстоятельствах, и вот как все происходило в то время среди войны, в принципе, можно было бы взять любое масло. Но объясняют нам наши мудрецы, почему так сделали, чтобы как бы был вот урок сегодня для нас, для будущих поколений. Что такое кошерное масло? И вообще, что такое масло, да? И мы понимаем, что масло, это вообще внутренние смыслы Торы. Это то, что сегодня называется устная Тора. Это то, что Всевышний доверил именно эти тайны, именно еврейскому народу. Вот. И сегодня есть разные науки, разные знания. Сегодня написано много книг, которые тоже хорошие, тоже умные. Но где-то они умные, но они абсолютно вредные. И сегодня есть полный хаос. Как бы есть масло, есть какие-то знания. Сегодня люди претендуют на то, что они учат кабалу, как науку. И так далее, и так далее, и так далее. Им Всевышний уже совсем не нужен. Но вот это вот масло, которое запечатано печатью первосвященника, это именно та Тора, которая была дана еврейскому народу на горе Синай. И поэтому вот это вот чудо с маслом, что оно выжило, что оно светило столько, сколько необходимо, это мы сегодня имеем на сегодняшний день. И именно это есть наш праздник, что вот эти смыслы Торы сохранены, и что еврейский народ все это сохранил до сегодняшних времен. Сегодня это изучают наши дети, сегодня это изучают наши внуки. Знание Торы, оно передается. И сегодня к этим знаниям уже имеют доступ и другие народы мира. И поэтому этот свет, он распространяется, распространяется и распространяется. Вот. И поэтому вот это очень важное знание, которое мы сегодня имеем, что имеем доступ к этому свету. И каждый человек может это учить и может это изучать. Вот. Сегодня также есть много красивого в мире. Вот сравнить все-таки с этой греческой философией, которую могли навязать, которая сегодня еще существует. Есть много красивого. Вот царь Шлома говорил, например, что женщина красивая, но безрассудная. Это то же самое, что золотое кольцо в носу у свиньи. И дальше добавляет, что обманчива прелесть и тщетна красота, но лишь женщина, боящаяся Бога, достойна похвал. То есть, что здесь говорится? Здесь пример с женщиной, но можно привести этот пример вообще про все. В мире очень много красивого. Бог создал мир красивый. Вот. Но Он не создал это, чтобы мы пользовались только внешними качествами этого всего. Потому что на самом деле, как сказано, обманчива прелесть и тщетна красота. Потому что настоящая красота, она должна была внутри быть человека, в душе человека. И когда человек красивый и внутри, и снаружи, то вот это есть настоящая красота. Это то, что не понимали греки. Поэтому всякая красота, всякая сила, всякое могущество, всякая карьера, все, что сегодня нас окружает, должно быть вот этим наполнено смыслом Бога, смыслом Всевышнего. И тогда действительно наступит рассвет, и тогда всем людям будет хорошо. Я хочу привести один пример в окончании нашего урока. Вот. Как мы можем применять на практике вот это чудо Хануки, чтобы принести смысл во все, что нас окружает. Вот не зря же, если посмотреть на этот светильник и каждый день наблюдать, сегодня горит одна свечка, она зажигается во тьме. Завтра горит уже две свечки, послезавтра горят три свечки. И так восемь дней подряд. То есть света становится больше, 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 больше. И это говорит о том, что когда человек, когда он учит Тору один год, учит Тору второй год, учит Тору третий год, то его душа так же сам, она раскрывает все свои силы, она раскрывает все свои качества. И, конечно, такой человек, он в состоянии осветить мир вокруг себя, принеси этот свет своим детям, своим друзьям, своим сотрудникам и так далее, и так далее. Но так же мы видим, что это эстафета вот этих добрых дел, которая тоже передается, когда один человек сделал добро одному человеку, другой человек сделал добро другому человеку. Вот хочу привести такой пример. Вот я буквально вот пару дней назад, уже наступил праздник Хануки, я проводил молодым ребятам урок. И перед уроком я разговаривался с одним из родителей парня, вот, и он работает начальником охраны безопасности, очень крупного, красивого такого центра, ну, развлекательного центра в нашем городе. Вот. И когда он мне сказал название этого центра, я ему сказал, что, ну, у вашего центра очень хорошая репутация. Я рассказал ему лично, ну, случай, который я сам знаю, одна моя знакомая забыла в этом центре кошелек с очень большой суммой. Вот. И когда она пришла ко мне, она еле разговаривала, она просто потеряла дар речи, потому что она копила там какую-то большую сумму на что-то, и у нее эта сумма была в долларах, была в этом кошельке. И также там было несколько карточек кредитных права. В общем, она 5 минут не могла объяснить, что с ней произошло. Мы пошли в этот центр, вызвали охрану, там все начали куда-то ходить, что-то выяснять. И они принесли ей этот кошелек. И она когда открыла, с ней еще 5 минут было вот точно такого же состояния. Почему лучше она глазам не верила? Она уже это потеряла, она уже с этим попрощалась, и тут вдруг ей это вернули. И на 5 минут обратно тяжело дышала, не могла ничего сказать, потому что не верила, что с ней произошло такое чудо. Я говорю, поэтому в вашем центре хорошая репутация. Ну, сегодня немногие могут похвастаться, что вот так вот не присвоили этот кошелек себе. А он говорит, нет, у нас пока я там руковожу, все знают, что надо все возвращать, надо все отдавать. И рассказывает мне случай, говорит, иногда люди приходят и хотят поблагодарить, дать деньги. И он говорит, и тоже мы не берем, потому что у нас есть коробочки для благотворительности. И я говорю, вот если вы хотите, вон есть коробка для благотворительности, вы можете положить туда. И вот тут вот я как раз же, а я шел проводить урок молодежи, и думаю, вот чудо хануки. Вот на самом деле, в чем заключается чудо ханук, если не брать Грецию, не брать давнюю историю, а брать то, что мы сегодня последовательности вот тех знаний, которые мы получили, ну, благодаря свету Торы, который мы учим, который пришел в этот мир. Смотрите, один человек просто на своем месте выполнил свою профессию, то, чего он выполнил ее, просто добросовестно взял и вернул деньги. Это зажег он маленькую свечечку, он зажег свечечку в душе того человека, который это потерял. Человек, которому вернули, у него захотелось кого-то поблагодарить, и он взял и положил деньги на благотворительность. Зажгла следующая свечечка. Человек, который ответственный за ящики в этой благотворительности, он потом вытащит эти деньги и найдет действительно тому, кто в этом нуждается, может, какому-то ребенку надо будет сделать операцию. Зажжется следующая свечечка. Тот человек, которому помогут этими деньгами, он это оценит, и потом в своей жизни еще поможет кому-то. И вот так вот череда этого света, она распространяется, распространяется, распространяется. Вот и часто люди говорят, мы там лозунги какие-то, мы должны мир спасти, мы должны все поменять, те плохие, те хорошие. Но на самом деле Ханука показывает нам пример, как на самом деле видит Всевышний. Освети мир в своей душе, освети мир вокруг себя немножко, каждый день по чуть-чуть, одно доброе дело, другое доброе дело. И постоянно учи, постоянно обновляй свой свет, постоянно добавляй знания Торы, вот эта божественная мудрость. И будет сила, и будет свет, и этот свет будет распространяться через каждого из нас. На этом все. Хочу всем пожелать светлых дней, и особенно это время хорошее для молитвы, чтобы изучать Тору, чтобы наполниться вот этой силой, которая особенным образом все вот эти восемь дней под всеобщие молитвы, зажигание вот этих свечек. А это же молитва, мы же просим, чтобы сюда пришла вот сила от Всевышнего нам делать добрые дела. Всем хорошей недели.